Чудом выживший при обрушении Омской казармы десантник из Башкирии Рустам Набиев получил современные электронные протезы. Трагедия произошла в 2015 году, тогда солдат-срочник почти 7 часов пролежал под обломками здания. И теперь у него появилась возможность вновь встать на ноги. Подробнее расскажет Артём Кол. Сейчас покажу вам ещё один урок жизнерадости, несмотря всем обстоятельствам, которые происходят в нашей жизни. И как сказал Гагарин, поехали. Без ног, но с ветерком на скейтборде десантник из Уфы Рустам Набиев катается по вечерам вокруг дома каждый день. И своим примером заставляет многих так же, как и он, не сдаваться. Пандус есть. Но мы будем ещё раз пытаться. Десантур не сдаётся. Он всегда хотел стать десантником, и в 18 лет мечта, кажется, начала сбываться. Весенний призыв 2015 года. Его отправляют в Омск военное училище. До присяги остаётся несколько дней, но ночью бетонные перекрытия одной из казарм обрушились. Рустам выжил, его одним из последних доставили спасатели из-под завалов. Но ноги сохранить не удалось. Потеряв ноги, Рустам назло всем обстоятельствам. Не упал духом и начал жизнь с нового листа. Он наконец-то прыгнул с парашютом. Десантник ведь взялся за хоккейную клюшку и с того момента ни разу не унывал. Год назад Рустам женился. И совсем недавно у него родилась дочь, с которой он теперь учится заново ходить на новых бионических протезах. Стоимость протезов более пяти с половиной миллионов рублей. Деньги на механические ноги молодой человек получил от государства. Ходить, как сам признаётся, очень тяжело. Но теперь в его жизни появились новые возможности, чтобы себе и миру доказать, что десантники не сдаются. Артём Коул, Анна Погонина, Вести. Артём Коул, Анна Погонина, Вести. Артём Коул. Продолжение следует...